Привет, это Даша. Здравствуйте, Элидия. Вчера было сколько-то там много очень лет. 350-х. И с тех пор, как Колумб открыл, ну типа открыл Америку, я вот пришла домой, стала возмущаться, и мы решили этот разговор попробовать перенести на камеру. То есть я пришла, началась с того, что представляешь, а сегодня, у меня же глаз дергался, он у меня сегодня везде дергается, а сегодня, оказывается, там столько-то лет назад Колумб Америку открыл. Вот чувак, блин. Непонятно, зачем это сделал, потому что последствия, смотрите, клено население Заблино. Сам Колумб от этого мало чего выиграл, умер бедным. Признали ли его это открытие только после смерти. И при этом сама Америка, вот взять там войну в этом... В Вьетнаме, ты говорила. В Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Ну, Афганистан положим наш больше. Да, ну... Иран-Рак. Вот, сколько вот нехороших вещей совершено, и... И что дало это открытие? Что дало? Да. Человеку свойственно, так сказать. Я еще сидела, возмущалась, что там до Колумба были скандинавы, были китайцы, там еще кто-то были. И дипляне были. Но при этом они... Сейчас подробнее расскажешь. Но при этом они не устроили то, что устроили те, кто пришел вслед за Колумбом на эти земли. Какого Кортеса-то ужасного вообще зовут? Ну, что ж... Он выполнял, так сказать, поручение короля. Перегнул палочку-то. Ну, извините. Очень сильно перегнул. То есть я сам свойственно, так сказать, обороняться и обещать. Что, кто не знал, до Колумба были викинги, была китайская экспедиция. Там один чувак, водитель флота-то, он вообще вот в том... Назонка. Как это назвать? Ну, не поход, в походе ходят, а тут плавали. Почему поход? Морской поход. Да, ну... Вмышный поход. В морском походе он вообще открыл много стран новых. И в Индию заходил, и Америку открыл, и... Ну, при этом так... Не устраивал при этом войне почему-то. Вот. И даже до сих пор я еще находилась в Казабану. До сих пор сохранилась его могила. Каждый год его потомки приходят, чтят, отдают должное. Один момент. Дело в том, что этот чувак был евнухом. Откуда потомки? То, что мы с мамой в положение, что это, видимо, потомки его, братьев или сестер. Может быть. Может быть. Ну, тем не менее, как я уже говорила, человеку свойственно любопытство и свойственно открытие, поэтому рано или поздно он суется... В конце концов, в Калумпу это сделать случайно, он в Индию плыл. Ну, в Индию, да. Он был... Он Новый Путь, по-моему, пытался тогда насчет пройти. Это как бы, да, через Запад. Туда была дорога, хотел другую. Не на восток, а на Запад. Так удобнее вроде как было. Вот. Поэтому и назвали это коренное население индейцами, так сказать. Почему? Ну, только полагали, что это Индию, а вовсе даже никакой... Вот почему эти слова так похожи. Все время путали. Игейцы, игейцы. Вот. И поэтому вначале-то они наткнулись... Это сейчас, так сказать, Мексика, то есть это отстойки. Да, я знаю. Там еще даже... Санто-южное. 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 Там еще даже сохранился город, который Калумп-то и основал. Тенат Читтлан там у них, там... Санто-южное. В Мексике, да. Нет, имею в виду, Санто-Доминго, по-моему, называется, который Калумп-то и основал город, когда приехал. Ну, сейчас я не припомню. Конечно, сначала было малюсенькое приселение, но оно и сейчас, насколько я знаю, чуть побольше дерево. Ну, разрушено, разрушено по тем временам. Так вот, поэтому в начале острова, там, Гавайи и прочее, потом вот Мексику, что-то там взяли чутка, всяких драгоценностей, золота, серебра, вывезли. Ну, Испания-то, ну, как и всякая казна любого государства, всегда требует вливания, поэтому обничали в конец, и сокровища нужны были им до нельзя. А когда китайцам из Кандидата, ну, они не нужны были. Ну, и несколько иное было положение. И поэтому, понятное дело, что когда с такой добычей, то уже и стали снаряжать корабли за кораблями по нескольку штук, и Испания-то стала, ого-го какая, на тот момент был тогда самый сильнейший флот в мире. А благодаря, так сказать, этим вливаниям всяко-разным, Ну, сеть прямо. Сколько они там награбили золота, серебра и всяких драгоценностей, то понятное дело. Ну, а свет за ними-то уже потом уманулись и остальные. Туда же англичане ссунулись, португальцы, прежде всего, конечно. Да. Где сейчас это португалия, в конце концов, и в те времена. Их было хулиганье. Ну, и, понятное дело, что, не забывая, что они были вооружены нестрельным оружием, а идеицы-то, увы, как бы не были вооружены. А вот и нет. А вот и нет. А тот же Эрик Рыжи, Эриксон, который конунг этот посетил Америку. Конунг. Ну, конунг. В те-то времена, еще до того, они тоже не обладали оружием, поэтому особо-то завоевывать нет, потому что всякие китайцы. Возвращаясь к оружию, была битва, между прочим, между индейцами, вооруженными только тамагавками, и испанцами, вооруженными огнестрельным оружием, и при этом победили коренное население. Вот, 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 что дух воинственный правильный, потому что за правое дело, за рули, ну, вперед, ура! И тем не менее, тем не менее, так сказать, печальную участь их постигла, а больше-то сего, не столько они были уничтожены, сколько... Нечего было в Монте-Сумме быть... Ну, доверчиво, думал, откупится. А зачем он в плен пошел по доброй воле? Ну, потому как спасти народ хотел, а как иначе? А что вышло? Народ не спас, и сам сгиб. Ну так, ну что теперь делать? И наследовал ему его, помню, племянник, по-моему, но он тоже делал особо не по правилам, хотя бы он оставался по-лучшему. Да, и потом, не столько этих бедных индейцев, так сказать, вышибли, выбили, так сказать, а сколько их вымерло, потому что завезли вместе с собой. Болезни, бои. Ужасные, поэтому пандемии, то есть индейцы вымирали просто целыми племенами, целыми местами. Поэтому не столько их убили. Иммундика-то не было. Да, они-то не знакомы были. Они-то не знакомы были. Кто-то приехал. В общем, у приезжих был иммунитет? Нет, да, потом то, что осталось уже, как бы там уже что-то, уже какое-то, чего-то противовирусное возникло, тем не менее, уже такой гибели наблюдалось. А вот, по первости, конечно, первые годы, десятилетия просто вымирали целыми территориями огромными. Поэтому, ну и потом, и потом, в оконцовке, у меня почему-то всегда приходит на ум, так сказать, Вавилон. То есть Америка, это сущий Вавилон, так же, как в своё время Вавилоне скопились на одном языке, а потом их разобщили, и стали они на разных, так и здесь. То есть там собраны все народы, которые живут на земле, абсолютно. Реально. Поэтому я не признаю термин «американец». Американцы – это коренные индейцы. И то, что у тебя гражданство американское, они делают из тебя американцы. У тебя предки могут быть там из Португалии, Австрии, России, в конце концов. Откуда угодно, но ты не американец. Ну, тем не менее. Гражданство ничего не лишает. Это так, бумага. Раз они живут на этой земле. Вот, ДНК не попрёшь. Ой, Гена, что там? В общем, вроде в крови. Ну, и тем не менее, и тем не менее, раз живут, говорят, что Родина там, где твоё сердце. Раз они там живут, раз они ассимилировались уже. Ай, бегство в попытках найти идеальную страну. Такое не существует. Тем не менее, именно надежда на это и толкала людей на длительное путешествие. Шутка ли? Это самое, пересечь океан. Ну, в основном, первые поселенцы, это были кто? Это были каторжники, это были беглецы от испанского английского правосудия. Ну, да. Которые бежали не просто в надежде жить в более лучших условиях, а бежали от закона, чтобы избежать возмездия. Ну, это, конечно, так, но потом-то быстренько потянулись кубцы, перед всего. Ну, вначале это военное, как это и водится. Поселенцы, которые, потому что в Англии, допустим, было мало земель, жили нищие. А тут слух прошёл, что новая страна, потом большой континент, земель много. Ай да, ребята, скорее, сваи. Да, вот именно. Поэтому, так сказать, Вавилон-то и образовался. И, как бы то ни было, надо отдать должное, всё-таки она стала единой страной. И за 350 лет, считай, от первобытной общины, считай, армалдельческого или какого-то обстроя, буквально из ничего, стала величайшим государством в мире. И то, что она претендует на мировое государство... Одним из величайших, позвольте вас поправить. Но, тем не менее... Не самым. Не самым, но, тем не менее, так сказать, претендует на господство мировое, и не зря. Спирнём. Ну, что делать. Мы тоже в числе, поэтому между нами всегда и вот эта холодная война, поскольку мы этого угроза тоже не в суточную миру тащили. Свою красную. Чего мы не тащили. Хоть и велика, мы внушали вот эту угрозу, что красную угрозу они это называли, и мы там на кнопочку нажмём, и мы там против них ракетки, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Наши соседи сидят, наша жена-то поругает. Вы что, мы не будем так делать. Ну, кто его знает, поскольку военные расходы всегда только этим подогревались. Нам угрожает, поэтому мы должны обороняться за все силы. Ну, и тем не менее, вот за вот столький, коротенький совсем период времени всё-таки стало народом, и причём в числе одним из первейших во всех областях, так сказать. Да, одним из. Одним из, но тем не менее, тем не менее, нельзя этого не принимать, так сказать, в расчёт. Ну, да, есть такой косяк. Она есть, с этим ничего не поделаешь. Она такая банка и есть. Вот. И скажи про Египет. А, да. Что есть теория, что египтянам тоже бывали? Есть, есть, да. Кстати, исходя вот из этой теории, и предприняли строительство вот этого папирусного Луткира, и ещё там несколько, и действительно... А после 90-х, по-моему. Да, или... Нет, 70-е, по-моему. Там ещё и наш был Юрий Синькевич. Был, 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 да. Наши везде. Наши везде. А как же без нас? Поэтому, так сказать, решили проверить, а можно ли... Славяне форуевы. Можно ли, можно, оказывается, пересечь океан на вот такое вот лотиелопапирусное. А почему возникла такая теория? А потому что мумьяк в пеленах и в саркофагах нашли следы табака. А табак растёт только в Южной Америке. Да, ну, мне когда мама рассказала на это, я возразила, что это не свидетельство того, что прям сами где-то туда ездили, они могли у кого-то купить этот табак. А у кого на тот момент? На тот момент кто мог ещё? Какая? Ну да, но биться вряд ли могли сплавать. Ну, может, шумеры. Ну, шумеры в российском далеко, и они так долго. Шумеры, и они поддерживали союзные отношения к кулическим. Мало вероятно. Если можно, то на папирусную лодку. Нет, я, конечно, я только за... Нашим влюбленичим египтянам. За то, чтобы присвоить им одно из первых путешествий на этот континент. Ну, как бы, доказательства. Ну, мы там отметились, конечно, но, правда, попозже. Ты про нас тоже расскажешь. Ну да, мы там попозже появились. И в Калифорнии мы построили форт. А когда мы там? Ну, это был, так, 18 век. Да, 18 век. Конец 18-го. А чего мы там забыли? А вот мы проникли так, что форт этот изобразили. Что-то нам там понадобилось. Ну, Аляска уже, как бы, потом появилась тоже наша. Ну, Аляску мы нашли, по праву. Ну, по праву. Потом, правда, ее продали. Это американский континент, и вовсе не наш. Мы как-то с ними никак и не граничим, и никуда никак. Мы бы нашли, значит, наша. Ага. Как бы да. Так, она. Не-не-не. Нечаянная находка. Остров есть, если найду. И я вот как раз недавно читала статью о любви наших дипломатов, запамятовала, на основе вот этой вот любви, будем так говорить, и вот эта вот опера «Юнона и Авось» была построена. Я что-то такое слышала, кстати. Известнейшая, и поэтому, так сказать, как раз этот дипломат, он и поплыл-то, так сказать, туда вот на двух кораблях. Один назывался «Юнона», а второй «Авось». А-а-а-а. И когда его туда прислал, Александр первый еще, эту пору правил, дабы оказать помощь, потому что в совершеннейшем запустении этот форт был. Вот он когда... А-а-а, Александр второй? Первый, первый еще. Да. И поэтому, когда он добрался, это было начало 1801, второй, что-то вот такое. Вот действительно в плачевном состоянии есть было нечего, потому что там пшеницу они сели, в Калифорнии, не знаю почему, голодали. И вот он кинулся к соседнему, так сказать, этому царьку испанскому. Но, думаю, испанцы же тоже не жаловали нас, кто такие, что сюда присыпались. Давай до свидания. Давай до свидания. Думаю, а что делать, а что делать, как быть, как накормить людей, как помочь. И вот он решился, и явился при его светлоотчатый испанский эти. И как ни страны, он принял его благосклонно и пообещал помочь. И вот дочь его, красавица, вот этого испанца, она влюбилась в нашего дипломата без памяти. А то наши красавчики. А у него-то была невеста, и он как бы сделал вид только, что полюбил тоже вот эту испанцу, эту принцессу. Коварство. И будто бы жениться, только таким путем можно было спасти-то. Все равно коварство. Ну нет, он с лучшими побуждениями, хотя искренне любил, ну нравилась она ему, искренне любил ту. Ну и вот ему надо было вернуться в Питер с тем, чтобы дела всякие там организовать. Он пошел на корабли через Аляску, короче, через Дальний Восток, через Берингов пролив. Холода. Еще пока он добирался до Иркутска, он жесточайше простудился. И вскоре он... Иркутск, а земляк? Нет. Почти. В Иркутске, значит, он слег во счету, жесточайше, значит, видимо, пневмония там еще был... И он умер, бедняга-то. И вот, и невеста-то не эта самая, и... Ой, она умерла, вот, я намерла тебе. Все, блин, умерли. Нет, невеста до того умерла, и вот он не мог ее забыть, что он ее только любил, это Ирина, но тем не менее. На поездке умерла. Да, а вот эта вот испанка-то, которая, она его того любила, она через год получила здесь только что он умер, оказывается. Сильно страдала, замуж так и не вышла, и пострелилась в монахе. Вот это, так сказать, фабула вот этой рукоперогенонной авось. Скажите, что с ним, когда пахлищик не делают вообще, складывают. Да, вот такие вот пироги, ну, на этом все, наверное, много. Так оболтали, чушь всякую. И чушь прекрасную несли, да? До свидания.